галлюцинации. Но я объяснил этому человеку, он сказал, что товарищ полковник, извините, но не согласен, не оспариваю вашу специальность, но не согласен. Почему? Потому что галлюцинация от видения отличается принципиально. Галлюцинация, она не меняет человека и не меняет обстоятельств вокруг человека. А видение, оно все меняет, и человека, и обстоятельства меняет. Бог вмешивается, реальность Божья вмешивается в нашу человеческую реальность. И тогда все произошло. Действительно, все по-другому. Я должен был уволиться, не уволиться, а оттуда с Карцевой идти в дисбат на полтора года, значит, и обещали дебиль ногами вперед сделать. Но самое интересное, тот офицер, что хотел дебиль ногами вперед мне сделать, он сам тогда уволился из армии ногами вперед в гробу. Вот, мое дело закрыли, значит, и, то есть, видение отличается принципиально. Все изменилось. И последние две недели, что я находился там в Карцере, я не хотел пить, есть, спать. Не потому что привык, нет, а потому что вот в этом присутствии, находясь, ну, было достаточно всего мне. То есть, мое тело было довольно тогда. Вот, это не трудно передать, конечно. По-человечески в Карце безумие вообще. Как, может быть, доволен, счастливым в Карцере. Без еды, без воды, без сна, значит, на холоде, на одном хв. Значит, ну, ты как бы, ну, ты промерз, как этот хек, наверное, уже замерзший. Значит, значит, и все, только разогреваешься, только приседанием, отжиманием немного, хоть кровь разыгрывается тебе. Вот, значит, ну, для выживания нереальные условия. Но, значит, и в таких условиях есть выживание, знаете ли, с Богом и в Боге. И это я, ну, по опыту уже знаю. И какие бы ситуации ни происходили в нас, среди нас, вот, и в нашей жизни, в наших судьбах, если мы пропитываемся Богом, если Бог в нас, а мы в Нем, если совершается это баптизу, а ведь это действительно, как бы, в книге «Песни песней», да, говорится, вот этот стих, в книге «Всех книг» есть песня всех песней. Это песня любви. И в ней есть стих всех стихов. Да, это еще до Иисуса, это еще перед Его пришествием мудрецы говорили разных школ богословских, но во времена те, было две таких известных школы, да, это школа Шамая, школа Игилеля. Вот, они между собой постоянно ругались, ну, не то что, нет, ну, по-хорошему, по еврейски, как бы, спорим, будет правильнее сказать. Значит, не соглашались во всем, даже в обрядовых нюансах, не говоря уже о догматике и прочее. Спорили по любому поводу и без повода. Но самое интересное, вот, уникальная ситуация, когда их спросили и ту, и другую школу, назовите нам золотой стих, как бы, Библии, вот тот текст из писаний еврейских наших, который бы открыл собою к пониманию всей Торы, пророков, всех писаний еврейских. Самое интересное, не сговариваясь, они пришли к одному и тому же мнению. Они нашли этот стих в книге «Песни песней» Ширга Ширим. Самая странная книга Библии вообще. В ней нет упоминания Всевышнего имени, Всевышнего Бога как такового. И эта песня любви, мужчины и женщины, ну, понятно, с древнейших времен мы там видели прообразы взаимоотношения Бога и человека, Израиля и Творца человеческого рода как такового вообще, или же всей Вселенной, и Творца, Царя всех царей и прочее. Тут много всяких было таких представлений, ну, множество толкований испокон веков, как говорится. Но самое интересное, именно в этой книге нашли слова. Да, переводчик Синандарий переводит так. «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне». «Они», то есть это «они», «лядорди», «лядорди ли». И вот это «лядорди» и «лядорди» можно и так перевести, но мне нравится буквально, что я в нем, а он во мне. Я проникаю в него, он проникает в меня. И это наше движение постоянное, и мы в нем, а он в нас. И это вообще-то «лядорди», «лядорди», это, ну, если для семейных пар, когда переводят, ну, семинар проводим, то там имеется в виду, что это взаимное такое удовлетворение, полное, абсолютное единство. Вот, это удивительно вообще. Вот, и, то есть, вот это «лядорди», «лядорди» по отношению к Богу и к человеку, когда это применимо вообще-то, это просто, ну, это раскрывает вообще Слово Божье с неожиданной стороны, да, согласитесь, что действительно он в нас, а мы в нем. Это наша, ну, скажу, мечта, и это мечта осуществима в Новом Завете, осуществима через Новозаветную эпоху эту, через Иисуса Христа, через Иешуа Машеха. И вот в книге Иеремии, Иеремия, там есть слова, ну, домашним заданием оставлю вам, 31 глава, 31 глава, почитайте дома полностью эту главу, вот, и вообще у Иеремии много прекрасных слов касательно Израиля, возрождения Израиля, а в 31-м разделе здесь вообще, как бы, вот, по сути события, вот, и возрождения Израиля как государства, и возрождения Иерусалима как столицы еврейского государства, потрясающее пророческое слово, но уникальна также ситуация в том, что именно там, в этой главе, в 31-м стихе уже говорится, «Наступаю дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». И вот говорится о Завете 33-м стихе. «Вот Завет, который я заключу с домом Израиля после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга брать брат и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомину более». И там дальше просто песня такая, действительно рассказ, что небеса, земля, может ли это все быть исследовано? Может, кому-то казалось, и может, но сегодня мы уже в том веке живем, когда чем больше изучаем, тем больше вопросов и открытий удивительных. И сегодня мы можем однозначно сказать, что Божье Слово пребывает вовек, и Божье обетование, они верны. Фактически все уже исполнилось, осталось очень немного неисполнено. А то, что Израиль возрожден, и Иерусалим снова столица Израиля, это, скажу так, подсекло все здание христианского антисемитизма. Я думаю, завтра на служении буду говорить более детально, наверное, об этих вещах, как бы сделал такое некоторое продолжение. Тоже и свидетельство свое, и продолжу эту тему в церковном собрании, здесь же, получается, в этом собрании, да? Здесь же, в этом же зале, в этом собрании, в этом же сейчас. Вот, и, но сейчас, знаете, хочу благословить вас словами благословения, библейское благословение, которое вот в книге «Числа», книга «Чисел», четвертая книга Моисеева, где как раз благословение каинов, священников. И это благословение, я люблю его, петь, и на татарском языке, и на русском, но еврейским я выучил только за то, что им говорил сам Маше. А тем более, что в словах этого благословения огромнейший просто спектр всего человека охватывающий. Бог хочет в этом благословении благословить и дух, и душу тела. Всего человека. Там имеется в виду, что Бог не просто дает мир свой, а этот мир, который действительно человеческим умом не позднанный и не позднаваемый. Выше нашего человеческого разумения. Мир Божий, мир святой, мир. В одном из переводов говорится «И пусть он улыбнется нам». И пусть Божье Слово сегодня совершает это чудо в нас, верующих. Пусть сегодня Божье Слово, это Слово, оно совершает чудо среди нас и в нас, в самих нас, верующих. В наших домах, в наших церквях, общинах. Это очень важно. Потому что, да, потому что действительно, когда, вот как Чарльз Терджин опять-таки говорил, очень люблю этого протестантского золотомостого проповедника, значит, у него есть интересное такое сравнение сердца человеческих с глиной и с воском он сравнивал. И говорит, в полумраке, когда там в подвале он говорил, и то, и другое может быть на ощупь одинаковым и схожим. Но, говорит, когда это на жар выносим мы, с полумрака, с этой тьмы, выносим на жар, на солнцепек, то глина превращается в камень, а воск он плавится, тарит. И вот, чтобы Бог не поразил земли проклятия, говорит, что он не хочет, не потому что он хочет поразить проклятия, нет, он хочет благословить, но сердца порой, если духовно не перерожден человек, каким бы он мягким и пушистым ни был, пришествие, когда приближается, когда Бог ближе и ближе, он окаменеет. Потому что это мертвое. Друзья, когда он приходил к Египту, ближе и ближе Господь приходил к Египту, приближался, фараон еще и хорохорился, и говорил, кто такой Господь, чтобы не слушаться Его. Он еще бравировал, он еще что-то питал теперь люди свои. Но Господь неумолимо был ближе и ближе к этой земле. И сердца окаменевали, и Его, и Его слуг, и очень многих людей. К сожалению, даже многих евреев сердца окаменели. Знаете ли, согласно еврейскому преданию, которое стало в 20 веке уже историческим фактом, археология полностью подтвердила это предание, что далеко не все евреи, потомки Иакова, прислушались к Моисею, и далеко не все вышли из Египта. Минимум, считается, треть отпала тогда евреев неверием. Особенно предпоследней казнью, когда 10-го Несана было повелено всем взять ягнят и привязывать их у себя в домах. А это выпадало на шаббат. И многим, ну, потеряли все фактически, но о шаббате всегда знали евреи, даже находясь в рабстве. Вот. И, знаете, для них было чудно. Им казалось это нарушением святости субботнего дня. По-человечески, Моисей им казался в этом плане отступником уже, и нарушителем. Но на самом деле это было нарушением человеческих представлений, как и во времена Машефа. Многим казалось, религиозным людям, что Машеф, Христос нарушает субботу. На самом деле он не нарушал. Он нарушал человеческие представления о субботе. Человеческие, законнические, постановления, да, правила. И Моисей также в глазах многих религиозных людей он нарушил, казалось бы, правила. Но Бог поверил взять этих ягнят. У Бога был план потрясающий. И поэтому лучше слушать действительно то, что Бог говорит. Даже если это не вмещается в наше представление религиозное определенное. Вот. И, да, 10-е Месара выпала наша Марта, субботу тогда, во времена Исхода. 330, 3330 лет назад, когда Исход совершался, тогда там, в Египте, удивительная судьи дата такая. Не могу вообще найти две даты. Вот. И что дальше, друзья? За место отпадших неверием, другие раввины говорят, мудрецы древние, говорят, что, наоборот, две трети отпало неверием, а лишь одна треть вышла. Разное мнение есть. Но, по крайней мере, археологи нашли огромные следы огромного еврейства присутствия после времени уже Исхода, что однозначно подтвердило в наш век истинность этого предания. Это не ложь, это правда на самом деле, историческое правда на нем. Так вот, но, это же предание еврейское говорит нам в удивительной истории, что за место отпадших неверием природных ветвей Бог привил верою из диких ветвей со многих разных народов, проживавших в Египте, привил верою. И они совершили Песах, совершили Исход, Пасха, с самого первого раза, с того самого первого Песаха, 3330 лет назад бывшего. Это праздник верующих. Это праздник верных. Природных или диких, привитых, неважно, верных. Тех, кто поверил. Тогда был Моисей путеводной звездой, пророком, учителем для всех, кто жаждал свободы. Рабов и свободных, которым осознавали свое рабство на самом деле. Сегодня Иисус Христос ишел на счет для всех евреев, неевреев, для всех людей, для всех верных. Спаситель Господь. И первые ученики говорили то же самое исповедание, которое и мы сегодня повторяем. Уже в наш век, когда космические корабли, говорится, бороздят просторы Вселенной, мы сегодня ту же веру исповедуем и говорим, что ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надвижало бы нам спастись. Ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Он, сказавший, я и судьбу истинно и жизнь. И благословляю всех вас, братья и сестры, и те, кто не смог быть сегодня на нашем собрании, но хотел бы и мысли быть сегодня с нами. Моя семья не смогла быть со мной сегодня и здесь, но они с нами. И многие сегодня с нами люди. О ком мы сегодня молимся, о ком Богу просим, они с нами здесь. И даже телом отсутствия, но духом присутствия. И сегодня его ангелы Божьи также с нами. И мы тоже их приветствуем. Да? Мы приветствуем их. Шалом алейхем Малахей Ашаларе Малахей Эль Йов Мим Мэлэф Малхей Аллахи Акадош Бару Приходите с миром, ангелы, господни, посланники Всевышнего. Пребывайте среди нас с миром и приходит время и уходите с миром также, ангелы, господни, посланники Всевышнего. И пусть имя господне святится в нашем собрании и в этом шабате я благословляю моих братьев и сестер и в этом шабате сегодня, 6 января, я хочу благословить Израиль Твое чудо Бог, Твое чудо 70 лет назад ставшее явью. Боже всемогущий благослови и благослови всех евреев в рассеянии, всех в земле святой благослови по богатой своей милости и все народы и страдавшиеся нашей планеты Божьей благослови своим отцовским благословением. Субтитры 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 создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь! Аминь! Так что будем жить, мы живем сегодня, имея все! Хотя в руках у нас этого еще и нет. Мы имеем сегодня и все. Аминь! Благословен Господь! Ну, давайте, братья и сестры, пока мы уже все так собраны, потом мы присядем за столы, мы сделаем причастие. Но, как говорится, за все отвечает Серебро. Аминь! Давайте мы... Галина! А, Василий! Давай я это, может, поставим, и мы помолимся. А вот сюда, прям. Да. Вы можете сделать свои приношения сюда. Вот. Здесь у нас пожертвование или цдака называется. Это милость. Это... В этом заключена наша любовь к Творцу нашему.